Добрый день! Хочу вас познакомить с вот таким вот аппаратом, который используется практически во всех филиалах КПИ-принт и служит он для прошивки дипломов, курсовых, любых работ формата А4 в твёрдый переплет. Называется он биндер. Значит, что он из себя представляет? Это вот такой вот станок, у которого есть две прижимных планки в зависимости от того, сколько страниц нам необходимо сшить. Ну, есть ещё также функция расшивки этого твёрдого переплета с помощью вот такой планки. Как со всем этим работать, давайте мы рассмотрим немного детальнее. Итак, у нас есть обложки в комплект пара твёрдые. Они могут быть в разных цветах, в данном случае в чёрном цвете. У нас есть металлические каналы, которые зажимают, собственно говоря, пачку листов. Металлические каналы бывают разных размеров. Рассчитаны они на прошивку, вернее, на сшивку от 10 листов бумаги до 300 листов вот такими вот широкими каналами. Каналы должны соответствовать по цвету обложкам. Стопа бумаги отпечатанной должна быть ровная со всех сторон. У каждого свои способы выравнивания этой стопы, потому что, как правило, клиент приносит вам изначально вот такую стопу. Необходимо выравнивать. Вот таким вот образом мы её выравнили. Вертикали, по горизонтали. Далее. У нас есть приспособление, которое определяет толщину этой стопы. И мы можем чётко понимать, какой канал нам необходимо использовать под данную толщину стопы. Производим замеры. Есть шкала с делениями. Что мы видим здесь? Канал номер 7 нам не подходит. У нас стопа толще, чем 7-миллиметровый канал. Нам подходит 10-миллиметровый канал. Каналы с внутренней части имеют цифровое обозначение 10 миллиметров. Вот мы взяли 10 миллиметров. Что мы делаем дальше? Стопу мы взбили. Нам необходимо, как все дело, выложить красиво на обложке. Подготавливаем обложку. Вот её корешок. Выкладываем стопу бумаги равномерно. Контролируем, чтобы текст был с правильной стороны. Чтобы в результате у нас вверх ногами ничего не получилось. Выложили на нижнюю обложку ровно. Здесь вот такой вот приборчик, бинтер называется, фиксируем. Чтобы не съехало. Выкладываем верхнюю обложку. Тоже очень просто. Выложили ровненько. Бинтер сняли. Бинтер одели. Развернули обратной стороной. Нам необходимо на вот этот корешок одеть наш металлический канал, который в результате это всё закрепит. Вот таким вот способом одели канал. Далее. Посмотрите внимательно. На канале есть одна сторона ровная. Вторая сторона с небольшим заворотом. Вот здесь хорошо видно. Сторона с заворотом. Сторона ровная. Итак, у нас есть линейки, фиксаторы. В линейке фиксатора есть выемка. Если вот так вот посмотрим, есть выемка. Для чего сюда оставляется заворот канала, для того, чтобы он при прошивке не выскочил вверх. И не испортился. Для прошивки работ, которые имеют до 230 листов, у нас используется линейка побольше. Для большого количества листов до 300 у нас используется линейка поменьше. В данном случае мы используем линейку побольше. Далее, вот это все нам необходимо вставить вот сюда. Помните, да? Изогнутым краем мы вставляем в линейку. Вставили. Здесь фиксирующая рукоятка. Фиксируем. Работа здесь зафиксирована. Далее. Работаем вот этой рукояткой для того, чтобы зажать металлический канал, в результате чего страницы не будут выпадать. Нам достаточно двух-трех движений. Канал наш зажат. Работа сшита. Работа сшита достаточно ровно. Странички у нас не выпадают. Все держится очень плотно. Если нам необходимо перепрошить эту работу, поменять лист 2.10, необходимо расшить разогнутый канал. Для этого есть специальное приспособление. Выбираем середину работы. вкладываем расшивочное лезвие. Вот так это выглядит. Вставляем специальные пазы. Они есть с двух сторон. Далее. Канал плоскостью прижимается вот этой планки. Опять фиксируем с помощью вот этой рукоятки. Разжимаем наш канал. Снимаем. Снимаем обложки. Меняем листы, которые нам необходимо заменить и сшиваем все обратно. вкладываем. Спасибо.